В этом видео мы поговорим про Cheos. Это два различных хаотичных по форме LFO. Первый более биполярный, периодичный и повторяющий свой цикл. Он более ровный, чем второй Cheos, который более хаотичен. Хорошее применение этих двух хаосов – рандомизация значений любого параметра. Давайте с помощью первого хаоса отмоделируем, к примеру, грубую настройку высоты тона ослятра А. Как вы слышите, появляются колебания. Давайте зайдем в матрицу модуляции и поставим ручку output на 0, то есть уберем всякое воздействие на высоту тона ослятра хаосом. То есть никоим образом по высоте тона этот звук не двигается, он абсолютно статичен. И давайте вывернем ручку output на 100%, то есть включим хаос. С помощью ручки RAID можно задавать скорость колебаний хаоса. К примеру, такой же эффект дает и второй хаос. Разве что он более жесткий, более хаотичный, чем первый хаос. А первый хаос был более гладкий. Давайте вновь вернемся к модуляции с помощью первого хаоса и узнаем, что такое BPM Sync. Это просто-напросто синхронизация с темпом проекта. Вот я закручиваю ручку RAID и она отображает значение, которое синхронизируется с темпом проекта. Вот, например, скорость хаоса 1 такт, вот скорость 1 2 такта, 1 4. Вот что это такое. Давайте теперь попробуем сделать двухголосие или даже четырехголосие. Сейчас хаос влияет на каждый из четырех голосов ассоциатора по-разному. Если мы включим кнопочку моно, не будет такого сильного хаоса, потому что ручка Chels 1 будет влиять на каждый из четырех голосов ассоциатора одинаково. Безумие стало поменьше. И теперь что такое Sample and Hold? Этот режим заставляет изменяться параметр, который модулируется с помощью Chels, по идеально ровным ритмическим делением. Ощущается, будто параметр изменяется ровными ритмическими ступеньками. ТА-РА-РА-РА. Можно сделать изменения быстрее или медленнее. ТА-РА-РА-РА. Похоже на восьмибитную игру какую-то. ТА-РА-РА-РА. Какой-то Супер Марио получается. ТА-РА-РА. Какой-то Супер Марио получается. Однако, если мы зайдем в матрицу модуляций и степень влияния Chels 1 на высоту тона ассоциатора поставим в ноль. McC toll Я унисон Умёр. То есть, получается, самая обыкновенная квадратная волнаформа. Однако, если мы сделаем output на сто процентов, звук будет совершенно иным. McC toll Он будет динамичным. Он будет постоянно изменяться по высоте тона. Давайте попробуем поставить Chalice 2, и вы поймёте то, что это чуть более хаотичный режим. Он какой-то более резкий. Включим-ка Sample and Hold. Послушаем, как ведёт себя Chalice 2 в режиме деления на идеально ровные ритмические отрезки. Сделаем-ка унисон. Опять получается какая-то музыка, какой-то саундтрек для 8-битной игры. Также режим Chalice можно использовать не только на питче. Можно использовать, например, на режиме Warp. Давайте поставим какую-нибудь сложную волноформу. И выберем в режиме Warp, допустим, Band Plus Minus. Отмоделируем Band Plus Minus, то есть ручку A Warp, с помощью такой вот вещицы, как Chalice 2. А модуляцию питча мы отключим. Поменяем второй хаос на первый. Вот какая вот интересная функция. Продолжение следует... Продолжение следует...